Ульяновскую медицину Ульяновская региона. Теперь ответ есть. Туда ехать три часа, туда три часа обратно. Для того, чтобы проконсультировать, достаточно за две минуты скинуть снимки в ПАКС-архив и буквально на компьютере на своей станции уже могу открыть эти снимки и самостоятельно их посмотреть и принять решение, нужно ли делать человеку операцию или не нужно. Потому что в этих случаях, например, после чего происходит инсульт, время уже идет на минуты и часы. Это не значит, что цифровизация нужна только тем, кто далек от областного центра. Она экономит время и горожанам. Я проходила медосмотр в медпрофе, пошла на флюорографию. Мне сделали снимок и сразу же мне его отдали. Не нужно было идти за результатом. Это очень удобно. А если исследования проводят в самой областной больнице, все еще быстрее. Причем не только касаемо снимков. Здесь речь идет уже обо всем многообразии анализов. Лабораторная служба областной больницы оснащена лабораторной инвестиционной системой, которая интегрирована с медицинской инвестиционной системой. И для полноценной работы этих двух систем все рабочие места нашей лаборатории автоматизируют. С данной анализы исследует спецтехника. Далее результаты проверяет специалист, и они уходят прямо на рабочее место врача. То есть вам не надо просить бумажечку с вашими результатами анализа. Не нужно ходить, все происходит быстро. Однако автоматы не исключают человеческой работы. Проблемная какая-то лейкоформула, мы ее считаем, читаем на микротерминале. И это потом отправляется на мой компьютер, в который я с утра ввожу свой код, и высвечивается моя фамилия. И это потом мы распечатываем. Уже готовый анализ с моей фамилией и с исправленными какими-то, с тем, с чем я не согласилась с анализатором. Потому что анализатор – это все равно машина. Машины еще пока многого не знают. Автоматизация позволяет провести лабораторные исследования быстрее, но это не снимает ответственности с врача, который при помощи анализатора их проводит. Единый цифровой контур в здравоохранении помогает объединить усилия, убрать транспортные расходы, сократить время. То есть в целом делает систему гораздо эффективнее. У нас реализуется региональный проект создания единого цифрового контура в здравоохранении на основании единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. В рамках этого проекта планируется дооснащение медицинских организаций компьютерным и телекоммуникационным оборудованием. В частности, закупка новых компьютеров, оснащение ими медицинских работников. В этом году у нас закуплено уже 1451 рабочее место. На следующий год запланировано еще приобретение 4000 компьютеров, которые будут у нас пущены на замену и в то же время на дооснащение. Смысл всех этих мероприятий связать в единую сеть все больницы и кабинеты врачей, создать общую базу данных, где быстро можно было бы посмотреть динамику развития болезни, быстро посоветоваться с коллегой, принять решение об экстренной операции. Все это поможет нашей медицине стать по-настоящему современной и доступной, по-настоящему экстренной. Техника никогда не сможет заменить человека. Она нужна для того, чтобы сделать его труд эффективным. Павел Половов, Даниил Сурков. Новости Улл Правды ТВ.